Гам-ковид-вак, он же спутник ВИ. 40 доз вакцины, чья признанная эффективность против средней и тяжелой степени COVID-19, 100% привезли в Самарский университет путей сообщения. Это не первая выездная вакцинация в учебном заведении. Уже сейчас привились порядка 74% его сотрудников, ведь скоро новый учебный год, который хотелось бы пройти без дистанционки. Самое главное не расслабляться, несмотря на то, что у нас сегодня из 23 тысяч студентов только один заболевший, сотрудников нету. Это не повод радоваться. Нужно дальше принимать меры. Нам нужно всем вакцинироваться и мы, конечно же, победим. Вакцинация в главном учебном корпусе проходит каждую неделю, рассказывают сотрудники. Условия – комфорт плюс. Просторно работает кондиционер, электронная регистрация. Можно записаться и знать день и время получить прививку без всяких очередей. Но прежде всего это безопасность для всех. В первую очередь, так как мы работаем в общеобразовательном учреждении, высшего учебного заведения, мы должны, я думаю, прививаться. Во-первых, это забота об окружающих. То есть я не хочу сама болеть, но я не хочу, чтобы мои родные и коллеги болели. Также это, естественно, забота о наших студентах. Вирус становится все агрессивнее, поэтому предприятия и организации региона все активнее включаются в прививочную кампанию. У работодателя и здравоохранения в пандемию намерения общие. Нужно как можно скорее выработать коллективный иммунитет. Для этого и организовывают выезд медицинских бригад. Вакцинация – это единственная возможность остановить распространение такой опасной инфекции. И поэтому выезжаем и на предприятия, чтобы как можно больше людей смогли вакцинировать. Чем больше людей сделают прививку, тем больше вероятности, что удастся избежать случаев тяжелого течения заболевания, отмечают эксперты. Вкупе с уже привычными всем масочным режимом и социальной дистанцией, которые нужно соблюдать и при наличии сертификата о вакцинации, вероятность того, что пандемия пойдет на спад, возрастает в разы. Гульфия Сафина. События. Гульфия Сафина.